В октябре Центр досуга Дроздова анонсировал открытый конкурс самоизоляционного творчества вне сцены. Условия участия просты. Театральное произведение должно быть создано в период ограничений, связанных с пандемией, и иметь видео- или аудиоформат. Сегодня жюри выбирают победителя из 58 работ, присланных не только из Москвы и Московской области, но и из-за рубежа. Прежде всего это актерское исполнение ребят, их работа с педагогом, их работа над собой, и дальше уже набираем обороты в плане выбора материала, как преподнесен материал, как снято. Вне сцены. Этим словосочетанием артисты могут охарактеризовать большую часть этого года. С марта и по сегодняшний день многие театральные коллективы и студии работать в полную силу не могут, а идей для постановок много. Театральная студия «Волшебная страна» реализовывала их онлайн. Работа у нас была по сказкам Корнея Чуковского. Мы еще раз перераскидали текст среди детей, нарезали его на кусочки, дети дома его сняли с родителями, и мы смонтировали ролик «Федорина горе». На конкурс студия представила три работы – «Письма к Богу» и «Сказки дедушки Корнея с юными актерами» и «Дневник Анны Франкс со сторожилами театра». Воспитанники замечают, новый формат заметно отличается от привычного выхода на сцену, где сказанные не в той интонации слова уже не вернешь. Когда ты онлайн записываешь, то если у тебя что-то не получается, можно хоть 50 раз сделать, чтобы было лучше. Над дневником Анны Франк старшие воспитанницы студии трудились долго. Над маленьким кусочком приходилось работать по несколько часов, однако результат стоил этих усилий. У меня почему-то было ощущение того, что у нас получится просто какая-то обычная история, а когда я пересматривала все кусочки, я даже иногда просто слушала, а не пересматривала, и у меня складывалось ощущение, что это все один человек говорит, а у нас было около семи. Основная моя тема – это были посещения другими людьми дома, в котором скрывались, то есть какие-то кражи, все, что связано, обыски. В общем, все эти куски достались мне, но это было очень интересно читать. Итоги конкурса «Вне сцены» станут известны уже на следующей неделе, 12 ноября. Александра Столярова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.